Главным патриархом православия считается патриарх Константинопольский. Только он, это единственное лицо в мире, может дать Томас. Знаете, что такое Томас в переводе с этого красивого греческого языка? Буквальный перевод – кусок. Это кусок мира, который даёт право на торговлю магическими услугами, на определённую территорию, даёт право быть церковью. Если просто собралась толпа идиотов, предположим, которая решила зарабатывать, пугая старушек адом, это неплохой бизнес, то такая толпа церковью считаться никак не может. Если эта же самая толпа решила зарабатывать на старушках и на других слаборазвитых, пошив всякие трэшевые костюмы, отрастив брюхи, бороды, изготовив аксессуары в виде деморей, брызгалок, то она всё равно не может называться церковью. Чтобы стать церковью, необходим Томас. То есть официальный кусок мира, который может дать только самый главный поп. В православии это Константинопольский патриарх. Здесь идёт по старшинству, да, вот поймите, точно так же, как вы не можете сами себя назначить священником, да, вам необходим кто-то старший, который это сделает, точно так же никакая группа лиц не может себя назвать церковью. Мы сейчас подходим к действительно глобальному и удивительному известию. Дело в том, что вот в процессе развития этого скандала вдруг выяснилось, что у самой РПЦ Томаса нету. Да, какая незадача. То есть по церковным правилам торговлю магическими услугами она осуществлять не может. И церковью считаться тоже не может. Вот чёрт знает, как это вышло. Первые попытки автокефализации церковь русская предприняла в конце 15 века, а образовалась она окончательно в конце 16 века на каких-то очень хлипких основаниях. А вот Томас она получить забыла. Было, вероятно, некогда. Вот когда Гундяев мотался в фонар, его, кстати, для порядка, как там полагается, спросили, где твой Томас. Ну, он... По хлопам, по карманскому. Ну, в другом пиджете забыл, который в Москве, да? А в голову ты не забыл, спросил Константинополь. Никому тогда в голову не пришло спросить и углубиться в этот вопрос и выяснить, что этого Томаса в принципе нету. Но константинопольские крохоборы полезли в архивы и выяснили, что у РПЦ Томаса, то есть лицензии быть церковью, как... Вот, действительно, по факту нету. Это подтвердил епископ Пельмийский Иов. Он официально сообщил, что дарование Томаса РПЦ никогда не происходило. Причем он сам был изумлен этим фактом. Как такое получилось, абсолютно неведомо. Вроде, в общем, и хомячий помет. Тогда, в 16 веке, не употреблялся. Еще не родился Рогозин. Но, короче, вышло все как всегда. Как всегда в России. Как в Солсбери, как с Арматы, как с дырками в ракете, как с выборами в Приморье. Ну, вообще, вы понимаете, да, что у верующих абсолютно другой мир. Там все очень иерархично. То есть, для них это важно? Важно, чтобы была бумажка? Для них это предельно важно. Если это, там, не бумажка, там, огромный свод документов, если принимать всерьез все эти церковные правила канона, то РПЦ абсолютно незаконная организация, то, что называется, самосвятая. По сути дела, секта. И Гундяеву надо было бы сейчас не ханить и не устраивать истерики, а исправлять каким-то образом ошибку 16 века и самому ехать за Томасом. В общем, зря затеяли всю эту бодягу. Надо было тихо-тихо отдать Украину и не возмущаться, и не поднимать никакого шума. Но подвела дикая жадность. Они очень не хотели терять миллиарды с 12 тысяч украинских приходов. И выход, конечно, может быть только один. Действительно, это ехать Гундяеву на фонар совершенно с другими интонациями. Я знаю волшебные слова, которые я могу ему... Если нас смотрит, например, Льгоида, он может сейчас записать эти волшебные слова, которые очень помогут Гундяеву. Они звучат... Я медленно, чтобы люди успели записать. Тхе-е-а-фэс-перет-хаманти. По-гречески, по-древнегречески, это буквально означает, дяденька, прости, засранца. И, возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения. Как, что будет происходить, сейчас абсолютно непонятно. Вероятно, РПЦ будет действовать по проверенной, известной рецептуре. То есть, весь мир будет объявлен еретиками, сволочами, врагами, нечестивцами. РПЦ самоизолируется, займет круговую оборону. Короче, и тут нас, в общем, ждет уже известный спектакль под названием «Дриста спартанцы». Митрополиту Петербургскому Судакову уже как бы приветик прилетел. Ему вручили от какой-то маленькой греческой церкви орден гроба первой степени. В церковных кругах это называется орденом гроба и является очень понятным намеком. Как мы знаем, визу в Грецию ему при этом не дали. И все понимают, что это обозначает. То есть, мы видим, как с Россией вообще везде безжалостно и очень интересным образом отшелушивают вот эту вот кожуру героики, которую Россия долгое время на себя старательно клеит.